Слава нашим доблестным вооружённым силам! За Россию! За победу! Ура! 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 Слава нашим доблестным вооружённым! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Товарищ Верховный Главнокомандующий, вооружёнными силами Российской Федерации, войска московского гарнизона к параду готовы! Министр обороны, генерал армии Шойгу! Праздник! Вольно! Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй войны. Второй мировой, разжигание русофобии, восхваление предателей, издевательство над памятью их жертв, перечёркивание мужества тех, кто добыл и выстрадал победу. Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали, мы гордимся вашими подвигами, вашим вкладом в общую победу. Мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи, сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святославы и Владимира Мономаха, солдата Румянцева и Потёмкина, Суворова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечественной войны, Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. Обращаюсь сейчас к нашим вооружённым силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сынов, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей. Мы склоняем голову перед памятью мучеников Одессы, заживо сожжённых в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед памятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацистов. Мы склоняем голову перед нашими боевыми товарищами, которые пали смертью храбрых в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Уважаемые товарищи, гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи. Помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ президента об этом сегодня подписан. Скорейшего выздоровления желаю раненым солдатам и офицерам. И благодарю врачей, фельдшеров, медсестёр, медицинский персонал, военных госпиталей за самоотверженную работу. Низкий поклон вам за то, что боретесь за каждую жизнь, часто под обстрелом на передовой, не жалея себя. Уважаемые товарищи, сейчас здесь, на Красной площади, плечом к плечу стоят солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины. В том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий. Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов. Стремились посеять национальную и религиозную вражду. Чтобы изнутри ослабить, расколоть нас, ничего не получилось. Сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою прикрывают друг друга от пули осколков, как родные братья. И в этом сила России – великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России. Те, кто сокрушил нацизм в годы Великой Отечественной войны, показали нам пример героизма на все времена. Это поколение победителей. И мы всегда будем равняться на них. Слава нашим доблестным вооруженным силам! За Россию! За победу! Ура! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok